Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. И сегодня мы поговорим на очень важную тему – содержание домов, дворов, то, что обычно интересует любого жителя в любом регионе Российской Федерации, в любом доме. Ему хочется, чтобы было светло, тепло, чтобы была вода, чтобы были дворы. В общем, чтобы все было хорошо. Иногда они даже, я имею в виду, жители не задумываются, что в какой-то части это зависит прежде всего от них. И требуют чего-то от управляющих компаний. А иногда управляющие компании чего-то не доделывают. Обо всем этом мы будем говорить с вами сегодня с Иваном Вячеславовичем Курчигином, генеральным директором управляющих компаний «Наш дом», филиал Люберецкой теплосети и МЖК «Люберцы» и «Забота о доме». Здравствуйте, Иван Вячеславович! Здравствуйте! Я так понимаю, эта работа вообще для меня всегда управляющая компания, но это какие-то, в хорошем смысле слова, подпольщики. Потому что ты о ней вспоминаешь, когда по телефону какая-нибудь государственная компания говорит, это вам нужно обратиться в управляющую компанию. Ты начинаешь хвататься за голову, какая у меня управляющая компания? Куда мне бежать? И так далее. И очень важно, когда управляющая компания действительно работает, и с нее есть спрос. С другой стороны, мы иногда, наверное, я имею в виду простые жители, тоже на управляющей компании какие-то задаем глупые вопросы. Вот сегодня мы попытаемся разобраться, как работает вся эта система. Я так понимаю, что прежде всего управляющая компания занимается домом и территорией, верно? Безусловно. Вот что в этом, тем более вы сразу в нескольких местах, управляющая компания. Это же такая ответственность. Что входит вот на сегодняшний день в управляющую компанию? И мы же как идем семимильными шагами, какие-то нововведения может быть в управляющей компании. Что такое управляющая компания сегодня в Люберцах? На сегодняшний день управляющая компания, я бы характеризовал таким образом. Это организация, которая полностью ответственна за техническое состояние многоквартирного дома, за санитарное состояние, за санитарное состояние придомовой территории, за эстетическую составляющую, как придомовой территории, так и мест общего пользования внутри дома. Это лавочку покрасить? В том числе лавочку покрасить, вовремя покосить газон, постричь кустики. Да, это все делает управляющая компания. За своевременную подачу коммунальных ресурсов для предоставления коммунальных услуг также отвечает управляющая организация. Но это какой-то ангел-хранитель получается, потому что дом-то он, то есть здесь что-то прорвет, не потому что там так устроена жизнь, тем более в зависимости от дома, если он не маленький, а большой, там что-то прорвало, здесь кустик лишний вырос, люди кому-то подавают то, кто-то хочет лавочку в оранжевый цвет, кто-то хочет в желтый. Как вы с этим всем управляетесь? Ну, я думаю, что скорее термин не ангел-хранитель здесь более уместен, а, наверное, всем о нем известный, чип и дейл спешат на помощь. А, чип и дейл спешат на помощь, хорошо. Ну, давайте мы сейчас по поводу нововведений технических. Что нового поддерживается сейчас в ваших компаниях? Я бы, наверное, остановился на следующем аспекте. Наряду с использованием современных материалов, которые представляются на рынке, мы, естественно, читаем, изучаем, пробуем в работе. То есть не самое дешевое берете уже? Ну, далеко не самое дешевое. Пробуем в работе материалы, и те, которые хорошо себя рекомендуют, мы, безусловно, продолжаем использовать. За последнее время мы стали много использовать технических средств, гаджеты, мы их так называем, да, это планшеты, это смартфоны, на которые устанавливаем специальные приложения, специальное программное обеспечение, позволяющие оперативно, в режиме онлайн контролировать работу всех служб и всех структур. То есть по сто раз не звонить, а сразу раз написал, и поехал, а поехал. Во-первых, тогда хорошо. Во-первых, позволяет использовать обратную связь, да, обратная связь с жителем, значит, установлены CRM-приложения, которые позволяют жителю, тут же дать отклик о том, как выполнена работа, как выполнена его заявка. Плюс внутренний контроль. Это ежедневно каждый специалист, будь то простой дворник, уборщик территории, либо это мастер-участка, техник-смотритель, они с использованием определенного приложения. То есть достигают быстрее каких-то задач. Я бы сказал, что контрольная функция помогает повысить качество выполняемых работ, снизить брак, снизить, может быть, некую, ну, не халатность, а некую… Расслабуху. Да, расслабуху, да, рядового персонала. А, пошел, у меня весь день сегодня есть, пойду покурю. Покурил, теперь можно и поесть. Абсолютно верно. Поел, теперь можно покурить, а потом поработаю. Абсолютно верно. А так не получится. Данные программные комплексы позволяют в реальном режиме времени контролировать сразу большой объем выполняемых работ и задач, чего раньше не получалось. Да, и это, я так понимаю, вам в какой-то степени помогает быстрее решать какие-то вопросы, более… график работы улучшается, я имею в виду. Ну, во-первых, это помогает, да, безусловно, вы правы. Во-первых, это помогает оперативнее перестраивать график, поскольку наша работа действительно связана с постоянными событиями, иногда это аварийного характера. Причем одновременно. Да, причем, да, как правило, одновременно. И нужно быстро перестроиться, быстро перенаправить людские ресурсы, технические ресурсы. Логистика, как говорится, чтобы работала. Да, именно так. Ну, и, как вы понимаете, что бы вы ни делали, я имею в виду, вы и представители любой управляющей компании, опять же, во всей нашей огромной стране, хвалят-то, наверное, редко. В основном, в основном, но если минимум ничего не говорят, максимум почему-то ругают. Но, тем не менее, на ваш взгляд, сегодня качество жилищных услуг, которые вы выполняете, исполняете или даете возможность эти услуги получать жителям конкретных домов, оно все-таки растет по сравнению, ну, там, вот в течение последних лет. И за счет чего оно растет? За счет только, как вы говорите, оптимизации, ну, электролизации, что ли, работы, да, когда мы на электронное устройство перешли. Или это от коллектива сотрудников, от отзывчивости, потому что раньше ты придет к тебе какой-нибудь там, слез уже к вечеру с трудом идущий, да, и ничего не понимает, кто ты, где ты и так далее. Вот улучшается качество? Да, вы знаете, да, безусловно, улучшается качество за счет изменения, общего изменения подхода, за счет повышения требовательности жителей, я к этому отношусь как раз положительно, я считаю, что это правильно. Вы же сами где-то живете, у вас тоже есть. Я живу в таком же многоквартирном доме, конечно, и тоже, да, у меня есть управляющая организация. За счет нововведения, в том числе, да, подобных, от того, о чем вы чуть выше сказали, подобных программных комплексов, которые улучшают логистику, за счет повышения требований со стороны государства, со стороны законодателя. То есть законодатель за вами следит тоже? Да, очень сильно следит. Я думаю, что наша деятельность одна из немногих деятельностей на территории Российской Федерации, которая очень сильно зарегулирована со стороны государства. Не являясь при этом государственной деятельностью, она очень сильно зарегулирована со стороны государства. Ну да, чтобы никаких лишних шагов не сделали. Абсолютно верно. Да, почему? Потому что все-таки это ответственность перед жителями. И как мы видим, кстати, если не приведи Господи, где-то что-то случается, то начинают искать кого? Того человека, который отвечает за то, что что-то недосмотрели, не усмотрели. Поэтому жителям тоже нужно не забывать об этом и понимать, что есть люди, которые несут как бы ответственность за этот дом. Потому что жители разные есть. Одни за то, чтобы было все хорошо, другие такие разрушители. Они в каждом доме есть всегда. К сожалению. Давайте перейдем к жителям хорошим. Так называемые инициативные жители. Наверное, дом делится на три категории. Первая – это вообще не в курсе чего. И как компания называется, ну, только читают на счетах, если нужно. Вторая – это, которые где-то что-то слышали, но ни в чем не участвуют. Ну, такая вот пассивная, но тем не менее, как бы в курсе событий. И настроены, может, скорее, ну, не то, что негативно, но как-то все равно им, короче говоря. Выкрасили лавочку, ну, и выкрасили. Любой цвет, какой они покрасили, мне понравится. А вот третья категория, она, наверное, самая важная. Это инициаторы, инициативщики. Это люди, которые, значит, устраивают обсуждения, предлагают какие-то варианты со стороны дома, потому что у них обостренное чувство, я так понимаю, по отношению, чтобы в доме все работало. И лавочка была не просто самая лучшая, а еще и покрашена в правильный цвет, за который все проголосуют. Вот как вы работаете с этими инициативными жителями? Потому что я-то прекрасно понимаю, что они иногда вас в хорошем смысле слова-то достают. Вы знаете, вот именно в хорошем смысле слова достают, наверное. И вообще, как таковой институт Совета многоквартирных домов, и мы не ограничиваемся Советом многоквартирных домов, а именно различных инициативных групп. То есть разные, да? Да, мы полностью поддерживаем. Я хочу сказать, мы находимся в постоянном контакте. Как правило, сейчас это с использованием тех же самых гаджетов. Это различные мессенджеры. Ватсап, Телеграм – это очень быстро. Сразу фотография, сразу пожелания. Мы стараемся это учитывать. Я хочу сказать, что в тех домах, где реально работающий Совет дома, либо реально созданная инициативная группа, в этих домах, давайте так, порядку гораздо больше. Извините за эту автологию. Порядку на порядок больше. Порядок, ну и хорошо. Минимальное количество обращений и жалоб. Потому что любые вопросы, даже самые простейшие, как вы сказали, в какой цвет покрасить лавочку или стену в подъезде, мы быстро в режиме онлайн согласовались с Советом дома, быстренько покрасили, всем нравится, все довольны. Потому что без Совета дома вы не можете этого делать? Ну, на самом деле, там, где нет Совета дома, или где Совет дома не работающий, мы все равно покрасим стену, и все равно покрасим лавочку. Но вы же покрасили так, как вы считаете. Да, на решение мы примем самостоятельно. Вам, например, как жителю, это может не понравиться. Работа уже выполнена, и начинается конфликтная ситуация. Плюс еще один немаловажный момент, что, ну, давайте так, большинство людей работает примерно в то же время, что и мы. Днем. Соответственно, большую часть работ наших не видно. У меня был за мою практику один забавный случай, когда житель задал вопрос, говорит, а что вы делаете? Я утром вышел чисто, а вечером пришел чисто. То есть с утра до вечера ничего не поменялось, да. Вот, соответственно, там, где есть инициативные группы, где есть старшие по домам, старшие по подъездам, мы стараемся работать, даже элементарную уборку в подъездах, мы стараемся актировать и сдавать работы данным инициативным людям. Ну, так удобнее. Ну, а вы, скажем так, вы заинтересованы, чтобы вот эти вот дома, Совет дома существовал? Конечно. То есть вы как бы провоцируете, в хорошем смысле слова, дома на то, чтобы они создавали такие. Да. Еще раз говорю, мы полностью поддерживаем подобный институт, и мы очень довольны, там, где есть такая работа, это действительно наши помощники. И когда вы говорите «достают», достают в хорошем смысле слова. Ну да. Как правило, это все-таки адекватные люди, которых выбирают жители, соседи, представлять их интересы, и люди действительно душой болеют за… Ну, они там живут. Да, за свой дом, за свой двор, подсказывают, помогают, общаются как с уборщиками территории, с дворниками, с рядовым персоналом, вы знаете, там, в какой-то степени, немножко лирики в наш деловой разговор, это как обычно у нас говорят, ну, я-то подольше живу в советское время, что и двери были открыты, и никто не закрывался, и хорошая территория, все ходили, высаживали цветочки там еще чего-то и так далее. То есть люди жили, для них дом был не только место, где ты пришел и спишь, и никого не знаешь, кто рядом живет, а дом – это был еще определенный такой социум, дополнительный, приятный для отдыха, для разговора, для посиделок и так далее. Но мы идем дальше, переходим к самому сложному, мне кажется, вопросу, вопросу тарифов, потому что кажется, опять же, что управляющая компания – это такие сильные люди, которые только и думают, чтобы, значит, каким-то образом, значит, то капитальный ремонт впишут, то, значит, заглушка, ну, условно, да, устройство, блокирующее дверь, то еще что-то, то вдруг там дверь меняют и так далее. Это вот про ту вторую категорию людей, которые не в курсе, как бы знают, что что-то делается, и возникает такое ощущение монстра, который все повышает и повышает тарифы. Так вот, как устанавливаются тарифы на содержание дома? Кто за это ответственный? Да, действительно, вопросы интересные, вопросы часто нам задают жители. Давайте так я отвечу. Жилищным законодательством предусмотрена обязанность жителей проводить ежегодные общие собрания, на которые приглашать управляющую организацию и утверждать тариф на содержание своего дома с учетом предложения управляющей организации. Вы предлагаете со стороны себя что? Мы говорим, что мы будем выполнять вот такой-то перечень работ. Есть минимальный перечень работ, утвержденный законодательством, как я сказал, деятельность сильно зарегулирована. Он не может быть уменьшен, но он может быть увеличен. Соответственно, управляющая компания должна предложить жителям перечень работ от минимального и выше и сказать, что эти работы я готов делать за такие-то деньги. Естественно, это подробно расписывается. Каждая работа представляется расшифровка тарифа. Жители рассматривают эти предложения и соглашаются, либо не соглашаются с предложением. Вот сейчас мы сделаем здесь паузу, потому что тариф – это такая важная история. Напомню, что у нас в гостях Иван Висонович Курчигин, генеральный директор управляющих компаний «Наш дом», филиал Люберецкой теплосетии МЖК Люберцы и «Забота о доме». И вот с тарифов начнем нашу вторую часть. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Иван Курчигин, генеральный директор сразу нескольких управляющих компаний. Мы их уже перечисляли сегодня. Вот вы сказали, собрание. Ну, сразу возникает вопрос у этого вот среднего жителя. Я его буду сегодня представлять, самый такой продвинутый, все сомневающийся. Ну, понятно, что управляющая же компания хочет на нас заработать. И она, например, предложит не просто там кафелем условно выложить первый этаж, а все этажи выложить кафелем. И вроде как и неплохо, но вроде бы мне это и не нужно. То есть я к чему веду? Вот вы эти тарифы, которые меньше нельзя, но можно больше, вы, исходя из чего его составляете? Из своих собственных каких-то вычислений по дому. Да, пора трубы поменять, пора там ту же задвижку поменять, или стены перекрасить, или покрасить. Либо вы еще отталкиваетесь от пожеланий тех людей, ну, опять же, совета дома, которые неплохо бы нам уже, может быть, и капитальный ремонт сделать. Они на тарифы же тогда поменяли. Просто волшебно получается. Кажется, классика такая должна быть. Вы приходите, говорите. У нас минимальный тариф там тысяча рублей. Я, чтобы легче считать. Такого уже давно не было. Боюсь, не будет. И все говорят, вот нам ничего больше не надо. Все, вопросов нет. С другой стороны, логика подсказывает. Вы говорите, тысяча рублей, ну, давайте еще две тысячи. Тогда у нас, там, опять же, условно, в течение трех лет не будет проблем с тем-то, с тем-то, со тем-то. Вот так это работает? Не совсем. С маленькой корректировкой. Я тогда продолжу вторую часть тарифа образования, а потом тогда, если позволите, отвечу как раз на этот вопрос. К сожалению, в большинстве домов под данные функции не реализованы. Жители не собираются на общие собрания, жителям трудно разобраться внутри тарифа, в составляющей тарифа. Нужно все-таки обладать экономическим образованием и достаточно профильно заниматься ЖКХ. Поэтому законодатель сказал, что для тех домов, которые на общем собрании не утвердили размер тарифа, он назначается органом, устанавливается, извините, органом местного самоуправления. В нашем с вами случае это администрация городского округа. И вот он как раз рассчитывается специалистами, экономистами, профессионалами, исходя из минимального перечня работ и услуг. Меняется, как правило, один раз в год. С 1 июля, в этом году также с 1 июля произошло изменение данного тарифа. Сейчас мы с вами уже начали жить по новому тарифу. Большинство домов в Либерцах начали жить по новому тарифу. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, вот примерно вот так на практике и устанавливается тариф. То есть, управляющая компания говорит, что, уважаемые жители, есть тариф, рассчитанный, исходя из минимального перечня работы и услуг. Он может подлежать небольшой корректировке в ту или иную сторону с вашей стороны, но в принципе он достаточно адекватный и усредненный на минимальный перечень работы и услуг. А минимальный перечень работы и услуг, наверное, это 95% работы и услуг, которые делает управляющая организация. Он хоть и называется минимальным, он достаточно обширный. Ну, понятно, да. И вот тогда как раз жители, если говорят, а мы хотим какие-то дополнительные услуги, например, видеонаблюдение за придомовой территорией или наличие ограждения придомовой территории, там, где это возможно по закону. Шлагбаум тот же, да, забор, калитки дополнительные. Да, чтобы никто не пьяный, чтобы не заходил. Например. Ага. И вот тогда такие подобные дополнительные услуги управляющая компания предлагает за дополнительную плату, за увеличение платы к, добавляя к существующему тарифу. Или, например, у нас есть на практике такой дом, который сказал, что по закону минимальное количество уборки в подъезде выше второго этажа один раз в месяц. Влажная уборка. Да. Один раз в месяц жители говорят, а мы хотим чаще, мы хотим каждую неделю. Ага. А посчитайте, сколько нужно заплатить уборщице. Мы посчитали со всеми налогами, предложили, разделили на квартиры, жители сказали, мы согласны. Платят, по-моему, дополнительно 1 рубль 55 копеек с квадратного метра. А, немного, да. Ну, с метра. А, с метра. Да, да, я забываю, что у вас же еще с метра. Да, но на самом деле, если средняя квартира 60 метров, то 1,5 рубля 90 рублей. Ну, рубль 55, да, ну, 90 рублей в месяц. Тоже достаточно подъемные. Между нами говоря, подъемные. Да, обозримые денежные средства. Тем не менее, это реальная практика, когда жители, попросив дополнительную услугу, согласились дополнительно за нее платить. Но весь дом же должен согласиться? Нет. Представители. Большинство. Голосование. Да, голосование. А большинство. Остальные обязаны подчиниться. Это, опять же, требование жилищного законодательства. То есть они уже ничего не смогут сделать. Они только могут, например, подать в суд, сказать, что я не согласен платить 90 рублей. Ну, вряд ли. Ну, да, как правило. Хотя случаи бывают. Ну, вот, кстати, сейчас мы переходим еще к одной теме. Капитальный ремонт. Все, кто живут в доме, получают платежки. Опять же, это вот на примере. И всегда есть ощущение, что какие-то деньги платим, 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 платим. А где же ремонт-то? Спасибо за вопрос. Да, это еще... Дайте нам ремонт. Когда съезжать, чтобы вы не ремонтировали капитально? Это еще один даже утрепещущий вопрос. Постоянно его задают. И здесь я бы хотел рассказать следующее. Нужно четко понимать, что с 2014 года вопросами капитального ремонта занимается фонд капитального ремонта. В нашем случае фонд капитального ремонта Московской области. Это некоммерческая организация. И на, в общем-то, никакого прямого отношения к управляющей организации, к любой, не имеет управляющая организация и фонд капитального ремонта, это две разных организации. Ага, так. Поэтому, когда мы с вами... Деньги к ним. Да, когда мы с вами в платежном документе, в едином платежном документе, видим, как правило, первую строку взнос на капитальный ремонт, эти денежные средства не идут в управляющую компанию, они идут в фонд капитального ремонта. В фонде капитального ремонта разработана программа капитального ремонта каждого многоквартирного дома на территории Московской области. Но успеют ли мои деньги сделать капитальный ремонт до моего ухода из этого мира? Хочется спросить его. Вопрос риторический, безусловно, да. Понимаете? Понимаю, вопрос риторический. Но, на самом деле, для тех, кто так задумывается, и, как правило, это жители новых домов... А уж тем более, да. Да. Для них есть другой вариант, когда жители, опять же, на общем собрании принимают решение о том, что их денежные средства, которые они платят в качестве взносов на капитальный ремонт, они аккумулируются на специальном счете, открытым этим многоквартирным домом вне фонда капитального ремонта. Так. Это позволяет, я вот не договорил вначале, что фондом капитального ремонта разработана программа капитального ремонта каждого многоквартирного дома в Московской области. И любой из нас с вами может в любой поисковой системе в интернет, в сети интернет набрать фонд капитального ремонта Московской области, зайти на сайт в поисковике, набрать адрес вашего дома и посмотреть программу. какой вид работы капитального характера будет выполнен в какие сроки так вот если вас не устраивают сроки например новый дом ремонт кровли будет стоять где-нибудь на 48 47 год запросто если дом новый вы например как житель губить а мы хотим через 10 лет там через 15 отремонтировать кровь и сейчас ураганы до 35 году там в тридцать девушке цифры уже звучат так то вы можете открыть теперь принять решение на общем собрании об открытии специального счета он так называется специальный счет для формирования фонда капитального ремонта не далеко не в каждом банке вы можете открыть а только в банках которые получили аккредитацию для открытия счета для формирования фонда капитального ремонта и там аккумулировать денежные средства свои собственно говоря денежные средства что это вам даст это вам позволит опять же только на общем собрании причем квалифицированным большинством не менее двух третей принять решение о проведении любого вида работы капитального характера раньше, чем предусмотрено, например, программой фонда капитального ремонта Московской области. Ну, при наличии денежных средств, конечно. И вы знаете уже прямо эти денежные средства, потому что так как-то считать их нам тяжело. Вот я, грубо говоря, могу с помощью зайти в фонде где-то узнать, сколько на мой дом уже собрано денег? Да, и в том, и в другом случае. Можно, да? Можно. Либо на сайте фонда капитального ремонта, либо, если спецсчет, через управляющую компанию запросить выписку с банковского счета. Но не платить нельзя, да? Не платить нельзя. Более того, даже если вы примете решение о формировании ваших денег на специальном счете, ниже минимального уровня тоже платить нельзя. Понятно. Не вырваться нам из капитального ремонта. Ни в коем случае. Хорошо. А текущий ремонт за кем закреплен? А вот как раз текущий ремонт полностью закреплен за управляющей организацией. Кто принимает решение? Как это работает? В идеале решение должны принимать жители, опять же, на общем собрании. Но, как мы с вами сказали ранее, к сожалению, пока проведение общих собраний, это не является повсеместным. Поэтому, как правило, решение о проведении текущего ремонта принимается управляющей организацией самостоятельно, либо там, где есть реальные действующие советы домов. Вместе с ними? Когда сорвало что-нибудь дождем, да? Да даже просто протекает. Сорвает кровли, слава богу, не часто, а вот протечки кровли случаются. Протекает кровля, локальный ремонт – это текущий ремонт. Локальный ремонт фасада, где-то подштукатурить, где-то швы загерметизировать – это текущий ремонт. Покраска подъезда, когда иногда жители говорят, у нас идет капитальный ремонт, все в грязи, в пыли. А это текущий. А это текущий. И делается управляющая организация. Но, с другой стороны, им кажется, что те деньги наконец-то работают. Да, но это иллюзия. Это иллюзия. Хорошо. Вернемся еще к такому вопросу. Первый этаж, у нас его, когда человек покупает квартиру, как правило, первый этаж стараются не покупать, мы это знаем. Но, тем не менее, счастливые обладатели первого этажа иногда спрашивают, почему они должны платить за лифт и за мусорные вот эти вот все мусоропроводящие структуры, там, где они есть. Я понял. Спасибо за вопрос. Да, вопрос нам задают часто. Значит, наш законодатель, законодатель Российской Федерации, четко обозначил, что собственники помещения в многоквартирном доме, а помещения бывают как жилые квартиры, так и нежилые на первых этажах в современных домах, обязаны нанести бремя по содержанию общего имущества пропорционально доле вправе на общее имущество. Если перевести на обычный язык, то это значит, что все собственники всех помещений... Платят за все. Да, независимо, где они находятся, платят за содержание общего имущества. И даже нежилые помещения, которые имеют отдельный вход и зачастую технически не могут подойти к лифту либо мусоропроводу, платят точно такие же денежные средства, как и любой собственник любой квартиры. Пусть знакомятся, к соседям будет хоть смысл ездить на лифте. В том числе. Ну или посмотреть там сверху. Ну, я тут еще один вопрос у нас есть по поводу оплаты отопления летом, но это известно, что ты правильно понимаешь, что разбивается на весь год? Да. Да, то есть тут легко ответить. Я думаю, что, наверное, уже должны все знать ответ на этот вопрос. У нас сегодня в гостях был Иван Вячеславович Куртигин, генеральный директор управляющих компаний «Наш дом» Люберецкой теплосети МЖК Люберцы и забота о доме. И обращаю ваше внимание, что для тех, кто будет потом пересматривать эту программу, что это все вопросы, которые мы собрали, это самые такие вот глобальные. Конечно, вопросов больше. Я надеюсь, что мы еще будем говорить об этом. Всего вам доброго. Успешной работы. Спасибо большое. И крепких нервов вам. Спасибо огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пимненко. Всего доброго. До свидания.